Всем привет! Сегодня с вами снова Марина Петрушенко и мы приготовим курицу в мультиварке. Для этого рецепта потребуется или куриное филе или мясо с бедра, то есть нам необходимо курица без кости, 450 грамм. Также нам потребуется 120 грамм сметаны, 120 миллилитров теплой воды, лавровый лист, из специй я буду использовать базилик, сладкую молотую паприку и приправу для корейской моркови. Еще нам потребуется соль, если вы будете использовать грудку, тогда немного масла. Я взяла бедрышки, освободила от кости, нарезаем не очень крупными кусками, но и не совсем мелкими, примерно вот так. В чашу мультиварки выкладываем порезанную курицу, так как это у меня бедро, масла я не добавляю. Обжаривать ничего не надо, добавляем сразу лавровый лист, добавляем всю сметану, все сразу. Добавляем соль по вкусу, я добавляю практически чайную ложку, добавляю чайную ложку приправы для корейской моркови, даже с небольшой горкой, также хорошую чайную ложку сладкой молотой паприки, сушеного базилика, примерно пол чайной ложки. Добавляем теплой, но не горячей воды и все хорошо перемешаем. Перемешиваем, чтобы соль, специи, сметана все распределилось равномерно. Воду мы добавляем теплую, не горячую, чтобы не было перепада и чтобы сметана хорошо растворилась. Вообще вкус блюда определяет вкус специй. Если к тому же набору курицы и сметаны добавить, например, хмели-сунели и молотые орехи, вы получите совсем другой вкус. Поэтому, если идет приправа для корейской морковки, для этого блюда она нужна. Закрываем крышку мультиварки. Готовить буду на режиме тушения, ведь продукта не выбираю, нам достаточно часа. Нажимаю старт. Если использовать куриную грудку, достаточно 35 минут на режиме тушения. Прошел час. Вот такая курица получилась. Достаточно много подливы осталось. Достаем лавровый лист. Чтобы он больше не горчил, его надо сразу убрать после приготовления. Сама курица получается пряной, очень вкусная подлива. Ну и курица получается нежной. Вот такая нежная, сочная курица с очень вкусной подливой получается. Она отлично сочетается с любым гарниром. Готовится очень просто, а получается вкусно. Обязательно попробуйте приготовить и вы. Обязательно используйте сметану, не старую. То есть, у нее должно быть 1-2 максимум дня. Чтобы она хорошо растворилась, не свернулась, не стала комочками. Тогда подлива получится еще вкуснее. Второй рецепт. Мы приготовим сочное куриное филе в мультиварке. Для приготовления нам потребуется 500-550 грамм куриного филе, 2 крупные дольки чеснока, 2 столовые ложки горчицы, 120 грамм сметаны. Сметану надо брать не менее 20% жирности. 2 столовые ложки подсолнечного масла. Из специй я буду использовать приправу для курицы, сладкую молотую паприку и соль. Итак, у меня получилось 2 больших куриных филе. Я их разрезала вдоль на 2 части. На одной части у меня остается малое куриное филе, плюс часть большого. Вторая часть остается просто вот так. То есть, у меня получилось 4 порции. Теперь добавляем соль. На 500-550 грамм я добавляю чайную ложку соли, чайную ложку приправы для курицы или любые другие специи. 3 чайные ложки с горкой сладкой молотой паприки. Сюда же добавляем 2 столовые ложки подсолнечного масла, 2 столовые ложки горчицы. И все хорошо перемешиваем. Как бы втираем специи, горчицу, промазываем куриное филе со всех сторон. Специи очень пачкают руки. Лучше это делать в перчатках. Просто берем и промазываем. Куриное филе оставляем мариноваться при комнатной температуре на 20 минут или на час убираем в холодильник. Итак, курица у меня мариновалась при комнатной температуре. Наливаем столовую ложку масла. Выкладываем куриное филе. Выкладываем таким образом, чтобы оно было в один слой. Хочу что сказать. Обязательно необходимо дать промариноваться куриному филе. Тогда оно получится более сочное. Лучше оно постоит дольше, чем меньше. Итак, закрываем крышку мультиварки. Готовить буду при температуре 120 градусов на ручном режиме. Можно готовить на режиме выпечка, но необходимо следить, чтобы не подгорело, потому что на режиме выпечка у всех разная температура. Итак, 20 минут. Температура 120 градусов. Через 20 минут курицу необходимо будет перевернуть. Прошло 20 минут. Если у вас курица выделила много жидкости, тогда куриное филе можно не переворачивать. Если же оно у вас поджарилось, тогда куриное филе необходимо перевернуть на другую сторону. Добавляем сметану. Посыпаем сверху измельченным чесноком. И перемешиваем. Снова закрываем крышку мультиварки. Снова ставим на ручной режиме или мультиповар при 120 градусах на 20 минут. Или режим выпечка. Но минут 15 на режиме выпечка будет достаточно. Прошло 20 минут. Курица готова. Можно подавать на стол. Вот так куриное филе выглядит в разрезе. Смотрите, какое сочное оно внутри получается. Я уверена, что многим это блюдо обязательно понравится. Вот такое сочное куриное филе с очень вкусной подливой получилось. На гарнир у меня сегодня спагетти. Можно подавать рис, гречку, картофельное пюре. У кого что есть, получается в любом случае очень вкусно. Обязательно попробуйте, приготовьте вы. Огромное всем спасибо за лайки и комментарии. Подписывайтесь на канал. Нажимайте колокольчик, чтобы первым получать уведомления о новых рецептах. Всем приятного аппетита и до новых встреч! Субтитры сделал DimaTorzok